Здравствуйте! Меня зовут Людмила Марченко. В эфире «Управдом» программа о самом главном ЖКХ. О благоустройстве улиц и дворов, подъездов и собственных квартир. Настало время быть хозяином в том месте, где мы живем. В программе «Управдом» мы не раз рассказывали о газосигнализаторах, которые мошенники распространяют за большие деньги пенсионерам. Как оказалось, прибор не просто дорогой, но и бесполезный в хозяйстве. Как отличить настоящего газовика от лыжегазовика? Какие действия предполагает обслуживание внутридомового газового оборудования? И как часто газовики должны навещать нас в наших квартирах? Инструкция от организации, которая обслуживает внутридомовое газовое оборудование. Газовое оборудование в многоквартирных домах состоят из двух элементов. Это внутридомовое газовое оборудование и внутриквартирное газовое оборудование. Так что же относится к внутридомовому газовому оборудованию? Это участок газопроводов, который начинается после запорной арматуры, идет по фасаду здания и заканчивается краном на опуске в самой квартире. Данное имущество является общим имуществом собственников жилья. И договор на техническое обслуживание данного газового оборудования заключается между управляющей компанией и специализированной организацией. Внутриквартирный участок газовой трубы – частная собственность владельца жилья. Стоит еще раз напомнить, что газ – ресурс взрывоопасный. Поэтому слесарь должен осматривать исправность вашего личного газового оборудования не реже, чем раз в год. Газовая служба, Рубин-сервис. Техническое обслуживание газового оборудования начинается с визуального осмотра газового оборудования. Затем визуальный осмотр правильности подключения газового оборудования. Проверка на герметичность всех отключающих и запорных устройств. Проверка и их наладка. При открытой форточке тягу. Тяга, как вы видите, присутствует. Существует два способа проверки на герметичность отключающих устройств. Это мыльной эмульсией и газоанализатором, то есть приборным способом. В данном случае мы проверяем приборным способом. Подносим газоанализатор к ранам, то есть к отключающим устройствам. Делаем замер на утечку газа. Утечки газа нет. Сигнализатор показал бы нам, если была бы утечка. Для того, чтобы убедиться, что прибор работает исправно, мы поднесли к открытой и не зажженной газовой комфорке. Вот видите, в данном случае мы открыли, то есть инсценировали утечку газа. Анализатор нам показывает концентрацию. Сейчас произведем проверку на утечку газа в газовой плите. Для этого нам необходимо снять горелки. Опять же включаем газовый анализатор. Утечки газа нет. Сейчас проверим работу горелок. Все исправно. Сейчас переведем на минимальное пламя. Газовики напоминают, что если горит газ, то обязательно должна быть открыта форточка, так как при горении расходуется много кислорода, дефицит которого плохо сказывается на самочувствии. В техническое обслуживание газового оборудования также входит чистка горелок. Проверяем работу автоматики безопасности в данной газовой плите. В техническое обслуживание входит прочистка горелок. Что мы сейчас и делаем. А сама я дома могу почистить? Нет. Вы должны вызвать слесаря. Слесарь произведет вам данный вид работы. Собственник квартиры для газовика – абонент. И абонент для такого гостя должен быть доступен раз в год. И это в том случае, если ваша газовая плита и колонка работают, на ваш взгляд, исправно. Если что-то беспокоит, то необходимо сделать вызов по телефону. 53-26-99, 53-27-99. Платить за обслуживание газового оборудования слесарю не надо. Все эти работы включены в вашу платежку. Отказ в допуске специалиста для проведения работы по техническому обслуживанию является административным правонарушением. Мы в таких случаях составляем акт в недопуске и направляем все материалы в управление жилищного надзора по Тамбовской области для вынесения штрафа. Штрафа. Штраф, напоминаю, от 1 до 2 тысячи рублей. А мы же считаем своим долгом напомнить основные правила пользования газом. Не обыгревайте помещение газовой плитой. Не оставляйте без присмотра работающие газовые приборы. Перед включением газовых приборов проверьте тягу. Открывайте форточку во время пользования газовыми приборами. Не занимайтесь самовольным монтажом газового оборудования. Своевременно проводите обслуживание газового оборудования. Под видом газовых служб в дома и квартиры стали наведываться мошенники, которые предлагают установить так называемые газоанализаторы. Дешевый и бесполезный в хозяйстве прибор за большие деньги. Ни вытяжку, ничего. Они раз открыли, вы должны это вот так вот. Открыли, вот так посмотрели. Вот все это нормально, все происходит. Вот так посмотрели, газ так вот. А не то, что это что-то подожгли, там что-то должно выходить или что-то отходить. Ничего нет. То есть проверки, которые бывают вообще, приходят без вреда, не бывают? Да, да, да. У нас это частенько происходит в нашей России. Но это не столь важно. А потом начали заявлять, что пенсионерам у нас вот такие скидки. Действующими нормативными актами не предусмотрена установка анализаторов загазованности. Для установки таких приборов существуют определенные требования. Так вот, например, их нельзя устанавливать рядом с окном, их нельзя устанавливать рядом с венканалом и домоходом. Их нельзя устанавливать в помещениях, где происходит приготовление пищи, то есть где может попасть масло либо пар. Таким образом, кухня – это не то место, где следует устанавливать такие приборы. Для того, чтобы не попасть на уловки мошенников, которые якобы представляют газовую службу, необходимо помнить порядок организации работ по обслуживанию внутриквартирного газового оборудования. Перед началом работ специалисты вывешивают объявление о дате проведения работ на информационном стенде у подъезда. В случае отсутствия жильца в обязательном порядке оставляется объявление с номером телефона, по которому необходимо связаться. Согласовывается дата прихода специалиста. Если слесарь вызывает сомнения, вы можете связаться с обслуживающей организацией по телефону и уточнить, запланированы ли работы в вашем доме. Номера телефонов указаны в вашей платежке. Телефоны для связи в Тамбове. 53-26-99, 53-27-99. Мой дом, моя крепость, согласит народную мудрость. Но вот где заканчиваются крепостные стены? За дверью собственной квартиры, либо вотчина распространяется на подъезд и даже на двор. Так что же происходит, когда в многоквартирном доме начинают хозяйствовать по-новому и ответственно? Тему отношения к общедомовой собственности мы не раз поднимали в нашей программе и каждый раз смотрели на нее через призму личной ответственности к тому, что происходит рядом с нами. В домах, где начинают хозяйствовать по-новому и ответственно, зачастую образуется ТСЖ – товарищество собственников жилья. Как правило, при такой форме управления многоквартирные дома и дворы удивительным образом преображаются. Положительный пример и опыт начинают перенимать. Олег, а вы старший по дому? Ну, как теперь выбрали председателя ТСЖ. У вас теперь ТСЖ, товарищи? У нас, товарищи, собственников жилья с того момента, как появилась программа капитального ремонта, мы решили, что деньги должны быть у нас на спецсчете. У нас теперь уже практически 2 миллиона, и вот у нас теперь план есть такой, что где-то миллион должны оставить на нежилые помещения, потому что у нас комплекс со встроен-пристроенными магазинами кафе. И миллион – это те деньги, которыми может распоряжаться уже дом, вот то, что под одной крышей. Потому что магазин пристроен, и там у них своя история. Но вот мы посчитали, что, например, заменить окна на пластиковые, поставить пластиковые окна, двери в подъезде, нам нужно 160 тысяч. Ну, в общем, из миллиона это можно сделать. Первоначально решили отремонтировать входные группы. Признаться нас, видавших видов всякие парадные, это немного удивило. В этом доме вход в подъезд не самый плохой, но, как говорится, нет пределу совершенства и удобства. Тем более, что деньги на это есть. И через некоторое время и хватит на то, чтобы организовать для самих себя в подвале спортзал с тренажерами. – Вот, Людмила, проходите. – У вас был самый плохой ремонт? – От застройщика. 10 лет прошло, и мы решили сделать ремонт. Вот сейчас у нас последние уже штрихи. Видите, вот сняли выключатель, теперь у нас будет реагировать на датчик. То есть вот на удар двери, на движение. А вот на межэтажных площадках, там у нас будет вообще даже, вот, то есть в дневное время она не включится, лампочка. Только вечером, когда, например, вот на движение кто-то идет. Подсмотрел такой вот в доходных домах в Санкт-Петербурге, в Риге. Знаю, что это очень удобно, потому что ничем не обидеть. Видите, у нас тут вот велосипеды, люди с сумками идут. То есть в любом случае это очень надежно. Мне нравится. Еще у вас появились, интересно, зеркала. Это чья площадь? Зеркала, посоветовала нам одна соседка. У нее зеркала у брата в доме установлены. Ну, а я думаю, поскольку у нас все-таки жилой комплекс модерн-престиж, то, конечно, мы должны его обыграть в стиле модерн. Потому что мы же пристроены к кинотеатру модерн. И многие элементы у нас на доме в этом стиле. Поэтому думаю, ну, зеркало обязательно должно быть такое вот красивое. Зеркало повесили незадолго до нашего прихода. Поэтому натереть его до блеска еще не успели. Ваши соседи, они поддержали идеи ремонта, ну, какой-то такой модернизации. И нужно с каждым проводить отдельную работу. И говорят, что вот это вот красиво. Мы можем сделать лучше, посмотреть на Европу. Был по-всякому. Есть кто действительно поддержал и с идеями приходил. Кого-то приходилось даже убеждать. Ну, по-разному. У всех разный вкус, у всех разные интересы. Ну, да, и представление красоты тоже у всех разное. Что ты, конечно, я не хочу быть, не менее, разить стиль модерн, какой-то переживок. Ну, да. Давайте нам поставим. Ну, должен быть какой-то отличительный такой, ну, все-таки момент. Какой-то шарм должен быть. Вот не просто так сейчас возникают клубные дома. То есть какая-то идея должна объединять людей. Этот многоэтажный дом является частью большого комплекса «Модерн Престиж». Название «Архитектурный стиль» задал кинотеатр «Модерн». Но «Модерн» – понятие более широкое. И для Олега он стал стилем жизни. Темного. Ваша семья? Да я, конечно. Но есть у нас люди, которые, знаешь, жертвователи, которые готовы, например, заплатить деньги на цветы. Вот Геральевич тоже ждет своего часа. С наступлением тепла работа над «Прекрасным» шагнула во двор и на улицу. Живые цветы приветствуют все, кто приходит в гости или проходит мимо. Оставить свою управляющую компанию, либо поменять на новую, или создать ТСЖ для того, чтобы эффективно управлять домом. Давайте обсудим плюсы и минусы каждой формы управления. Начнем с ТСЖ. Если в доме много ваших знакомых и соседей вы знаете, если дом не очень большой, то ТСЖ – наиболее удобная и прозрачная форма управления. Правление ТСЖ состоит исключительно из собственников жилья, то есть из ваших соседей. И деньги, которые вы платите, идут исключительно на счет ТСЖ и могут расходоваться исключительно по решению правления, либо общего собрания собственников. Но найти такого председателя ТСЖ, который будет готов отдать свое время, отдать свою личную жизнь на управление домом – непросто. Для больших жилищных комплексов, где большая дворовая территория, где сложная инфраструктура, где много домов, и очень непросто собрать на собрании собственников, правильнее нанимать управляющую компанию. Нанять в ТСЖ профессионалов не всегда просто, потому что финансовых ресурсов может не хватить. Нанять управляющую компанию для того, чтобы она обслуживала сразу несколько домов – гораздо проще. Принципиально важно, что за любой управляющей компанией надо следить. И, как всегда, в конце программы – полезный совет от управдона. Старые книги в домашней библиотеке, как правило, самые ценные экземпляры. Но они не только источник полезной информации, но также рассадник полевого клеща, а поэтому вредны для аллергиков. Для того, чтобы избавиться от этой проблемы, поместите книгу в коробку вместе с ватным диском, который смочен уксусом. И оставляем ночевать книжку в коробке с уксусом. Ну, а на сегодня это всё. Забота о вас – управдон. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...